Всем привет! С вами Преем. Настали темные времена. Винной тому распад гильдии. Распад гильдии Exploit, которой я уделил свое время в виде 7 месяцев. Да, конечно, все хорошее кончается, и на смену этому приходит что-то другое, возможно, что-то лучше, может быть, чуточку хуже, но все равно придет что-то классненькое. Слева, над вебкой и под красным текстом о розыгрыше жетона, можете увидеть батлнет-переписку с RL. То есть, в тот момент, когда мы пулили Арвуса, был дан перерыв, потом я заглушил Дискорд, Дискорд включаю, а смотрю, и уже никого нету. Ни как ни в рейде, ни в этом самом... Не в Дискорде. Задав пару вопросов, я прекрасно понял, что рейд окончен, и рейдинг тоже. По причине этого у меня есть лишь две мысли выхода из этого, и два пути, которыми можно придерживаться для какого-то дальнейшего рейдинга. Вариант первый. Танкование. Нет, тут даже три варианта. Вариант номер один. Танкование в гильдии, которая меня возьмет. Но опять же, идти в гильдию с меньшим прогрессом, это дело такое себе, а идти в гильдию с аналогичным или большим прогрессом, скорее всего, у них уже есть танки. Вот. Идти как дамагер, знаете, после семилетнего опыта танкования, пытаться дамагать, это дело весьма интересное на самом деле. Но вполне возможно, потому что фрост дека в текущий момент для меня не особо сложен, я играл им в нормале маленько, я им делаю локалочки, иногда пвпшу. Да, конечно, пвп не в счет, но все же. В принципе, ротация весьма ясна и понятна, и можно очень много своего внимания уделить конкретно рейдовой механике, чем какой-либо ротации. И с этого меньше ошибок, и вообще все. В итоге идеально переучиваться с дамагеров танка, ну, наоборот, с танков дамагера. Ну, почему бы и нет, можно попробовать впервые. Вот. Третий вариант, который, наверное, вам понравится, но мне он, ну, так себе, конечно, не особо нравится, если честно, потому что я не вижу в этом какого-то дальнейшего, что ли, прогресса, дальнейшего какого-то продолжения всего этого. Это путь сбора своей гильдии. Да, я и рейлил около двух лет на сервере Дракономор в гильдии Властители Тьмы с июля 2013 года по апрель 2015 года. И многие люди, слышав об этом впервые, говорили о том, что при было бы неплохо, если ты, допустим, рейлил бы для нас. То есть мы бы не против были бы сходить с тобой, если бы ты отрелил нам рейд. Ну, потому что люди знают, что я всегда могу максимально точно донести до них информацию. И если я уже в ближайшее время что-то не найду, а я чувствую, я не найду что-то в ближайшее время, так, чтобы КД просто так не сливалось, я создам сейчас гильдию, скринчики и все прочее. И момент сбора гильдии, момент гильдинвайтов вы можете проследить на стриме, в ВК-группе. Так что внимательно следите, инвайтитесь, любыми персонажами, хоть твинками, хоть даже недокачанными твинками, конечно же, на Гордуне, твинками, которыми, или мейнами даже, возможно, которыми вы планируете в дальнейшем рейдить. Потому что что-то я чувствую, я все-таки уйду к этому третьему варианту и какое-то время уделю таким рейдам. Да, но в Battle for Azeroth уж точно я не буду этим заниматься. Может, вообще в WoW играть не буду. Шучу. Ладно. Всех вам благ, как говорится. Счастья, здоровья там. Ну, вы поняли. Всех вам благ. И болейте. До скорого.